ты что там делаешь клац-клац-клац ты ко мне повернись поговорим я ж тебя редко вижу я смотрю фариде курсы английского зачем же интересно ей курсы английского ей это поможет вот увидишь честно говоря не знаю мама зухра спасибо дорогая пейте на здоровье мама зухра если позволишь я хотела бы поехать джунейту мы должны кое-что обсудить но доченька если дядя усман увидит но я сразу вернусь это очень важно я не буду там долго задерживаться ладно иди передавай привет хорошо это фирман алё фирман дорогой я хорошо а ты как хорошо это фирман дорогой это у нас на неделе есть все записи у доктора ты успеешь фрида едет сюда будет джунейтом разговаривать она тебя собирается сдать будь готов поймай фариду до того как она поговорить с джунейтом и отвези по адресу в течение часа они будут там будьте готовы здравствуйте господин вы сказали ждать здесь я и не поднимался хорошо никуда отсюда не отлучайся фарида узнает что ты не подал заявление и сразу придет сюда возьмешь фариду отвезешь сюда хорошо господин до того как фарида поговорить с джунейтом ты должен обмануть ее все готово как мы и говорили с тобой играй хорошо свою роль договорились договорились господин ты куда фарида ты выжидаешь меня чтобы я не поговорил с джунейтом селим но ты не помешаешь мне я сейчас поговорю с ним фарида послушай сначала меня я не буду слушать тебя селим что ты за человек такой что ты пытаешься сотворить ты ничего не знаешь что я должна знать ты обворовал нас да у меня не было другого выбора ничего не знаю ты не мог так поступить от тебя этого не ожидала хоть раз спасил бы почему я это сделал не буду ворам нет оправдания по твоему нет нормального уважительного аргумента и что это значит пойдем со мной поймешь не могу меня ждет джунейт фарида говорю же пойдем селим что происходит что это за место сейчас все узнаешь селим Мне страшно. Что мы вообще сделаем в этом месте? Я не хотел тебя сюда приводить, но ты не оставил мне другого выбора. Заходи. Кто это, Селим? Мой друг с армией. Тогда он спас мою жизнь. А сейчас моя очередь. Из-за кровной мести его хорошенько побили. Они думают, что он мертв. Я не ответил в больницу, боясь, что его могут найти. Не может быть. Поэтому я тебе ни о чем не рассказывал. Не хотел, чтобы из-за меня ты вмешивалась в эти дела. Я ушел в частного доктора. Они провели первую терапию. Много денег ушло. Сейчас мы ждем, пока он поправится. Лучше бы ты с самого начала сказал мне об этом, Селим. Как бы я сказал Фарида. Эти люди очень опасны. Они убивают людей, не сомкнув глаз. Если бы мне не нужны были деньги, потом я бы совершил кражу. Я бы плюнул в свой же колодец. Я был вынужден. Я не мог позволить ему умереть. Если бы это не было так важно, я бы заставил тебя все это пережить. Ты мой гарант в этом деле, Фарида. Он выздоровеет. Я сделаю все для этого. Да, Джунейт. Фарида, я тебя жду. Где ты? Мне не надо приходить. Я решила проблему. Уверена? Это было связано с Селимом. Ладно, дорогой, мы все решили. Это было неважное дело. Ладно, мне нужно идти. Ладно. Увидимся дома. Увидимся. Селим, мне очень жаль. Я не знала. Не волнуйся. Я отделю часть зарплаты и верну тебе долг. А я буду помогать тебе. Сегодня ты хорошо сыграл свою роль. Молодец. Спасибо, господин Туньч, все благодаря вам. Сейчас самое время увидеть твой настоящий актерский потенциал. Только пожелать, я все сделаю. Ты будешь иметь хорошее отношение с Фаридой. Будет казаться, что Фарида дружит с своим дальним другом с лицея. Что она наивная чистая девушка, но окружающие вас люди будут считать, что вы любите друг друга. А в конце этой игры вас застукают к постели. Ого, хорошо. Фариды будет изгнанной из этого дома, поскольку ее честь будет опорочена. Ну а ты, как и всегда, будешь хорошо отыгрывать свою роль. Когда все куски соединятся воедино, все узнают об измене Фариды. И я помогу тебе в этой игре. Таким образом, мы всем покажем настоящее лицо Фариды. Ты получишь хорошее вознаграждение за то, что ты сделаешь. Мы договорились? Договорились, господин Тунч. Договорились. Алло, Селим. Ты где? Я на улице, у меня дела что такое? Джунейт скоро будет в офисе. Немедленно поговори с ним. А потом уволься, не надо затягивать. А ты так заинтересована уволить меня, да? Это то, что я должна. Ты не должен будет плевать в колодец, с которым опьешь воду. Если ты не будешь говорить Джунейтам, я буду говорить имя ввиду. Да ладно, ладно. Селим, Селим. Эх, Селим, ну... Джунейт, доброе утро, доброе утро. Как это касается? Все нормально у тебя? Вполне. Подожди, не надо. Ладно. Вы с госпожой Илюль будете играть? Есть компания, с которой мы сотрудничаем. С ее руководителем. А к чему вопрос? Да нет, просто. Да не просто же. Да не знаю. Господи, госпожа Илюль. Она очень красивая и умная. Ты ревнуешь, что ли, дорогая? Лена, прости меня. Тут нечего прощать. К тому же, почему ты не на все шкале? Это очень красивая талия. Его на особенно едины надевают. А к моей повседневной надежды она никак не пройдет. Поэтому... Ладно. Увидимся. А, кстати. Я до этого говорил, что люблю тебя. Ой, мам. Знаешь, отец Ифариды взял на этот ужин. Джунейт мне сказал. А зачем он ее взял, интересно? Ну как же, зачем? Конечно же, он понял, насколько сильно мы ее оценим. По-моему, отец любит Ифариду. Но он не показывает этого. Да он и к нам этого не показывал. Этот человек не умеет показывать любовь. Ну да. Возможно, он взял ее, чтобы искупить вину перед ней. Знаешь, мне так не кажется. Ну а ты как? Последствия пьянки прошли... Ой, мама, правда, извини. В последнее время я очень нервная. Из-за ребенка. Я понимаю, доченька, но... Так мучая себя, ты не изменишь ситуацию. Ты не сдашься. Будешь верить. Я пойду проведу Ифариду, хорошо? Хорошо. Иди проверь. Пусть не взрывается в себе. Фариду, ты смотришь вакансии на работу? Я попросил Назеру не говорить. Она ведь тебе сказала, да? Она отсказала, но я подумала, что она шутит. Ты вправду смотришь вакансии? Да. Что происходит, Фариде? С чего это вдруг ты ищешь работу? Да просто сестра Элдис. Ну же, дорогуша, расскажи. А? Что случилось? Говори, Нуджи, расскажи. Я слушаю тебя. Хорошо. Я расскажу, но ты останешься между нами. Обещаешь? Обещаю. Помнишь, мы с Джонетой вчера были на деловом ужине? Да, знаю. Это было замечательно. Тебя отец позвал туда? Да. Но госпожа Эллю была тоже там. Ну то есть они словно праздновали ее победу. За счет нее они выиграли это дело. Ну? Ну вот, господин Усман очень любит ее. Он восхищен ей. Она красивая, умная женщина. И успешная. И ты почувствовал себя не в своей тарелке? Ты посчитал, что ты недостойна Джонета и все такое? Это ведь не от меня зависит, Элдис. Фариде, все переживания губят только тебя. Я сама это поняла. Я знаю. Сказать легко, но сделать сложно. Но, пожалуйста, не надо думать о плохом. Не позволяй своим мыслям загнобить себя. Ты замечательная, уникальная девушка. Ты тоже. На самом деле ты уникальная, сестра Элдис. Твое сердце. Сестра Элдис. Я хочу тебе кое-что сказать, но ты не злись. Помнишь, я два года назад сдавала экзамены? Я поступила, на самом деле. Но я не смогла вам сказать. Фариде, я не могу поверить. Как ты могла так поступить? Как ты могла сказать, что я не смогла поступить? Я не хотела быть для вас грузом, пойми. Что значит быть грузом, Фариде? Как я могла тебе поверить вообще? Нет, ты так сказала, что не поступила и вообще не хочешь все это дело. Не надо было верить тебе. Надо было копнуть глубже, настоять. Что было, то прошло, сестра Элдис. Ничего не изменить. Не прошло. Не прошло, Фариде. Ты знаешь, я тоже не была в университете. Ведь когда я шла туда, отец так сильно вмешивался, много всего говорил. Я была вынуждена уйти оттуда. Я сдалась. Выбрала легкий путь. Я так жалею об этом. Могла бы повернуть время вспять. А ты можешь вернуться. Для меня университет теперь невозможен, сестра Элдис. Я хочу заработать деньги и записаться на курсы по английскому. Я поэтому и смотрю вакансии. Везде спрашивают о языках. Везде всем нужен английский. Ну тогда ладно. Пойдем на занятия по английскому. Я все устрою. Я и так годами ищу напарника для этого. Вместе пойдем и научимся, да? Правда, что ли? Правда. В год походим, вместе будем работать, а? А потом в Великобританию поедем. Шопиться там будем. По музеям лондонским походим. Ой, я очень заболновалась теперь. Думаешь, за год сможем научиться? Конечно научимся. Почему нет? Фарида, ты свое свадебное платье там купишь. Доченьки. Вы куда пропали? Мама волнуется. Давай, пойдем. Сестра Элдис. Ты иди, я по телефону поговорю. Хорошо. Посмотри-ка на меня. Улыбнись-ка. Молодец. Наконец-то улыбалась. Благодаря тебе. Я готова. Куда мы идем кушать? Вы за мной следуйте. Фарида? Здравствуйте. Что такое Фарида? Что ты здесь делаешь? Это я... Я позвал ее отец. А почему ты не сказала Фарида? Мы бы вместе поехали сюда. Ну ладно. Не тяните. Мы на ужин идем, Фарида. Ты тоже давай с нами. Но я... Никаких отговорок. Мы будем праздновать наши успехи. Ну же. Мы будем поздно. Хорошо, господин. Здравствуйте, господин Осман. Ваш штул на этой стороне. Как ты хазал? Хорошо, спасибо. А вы как? Хорошо. Отец и сын, вы любите это место? Отец больше любит, однако. А ты знаешь это место? Мы недавно с Джунетом здесь были, я поэтому это место знаю. А, вот как. У нас был турнир по теннису. Я выиграл, и он меня привел сюда. Фарида, ты ко мне присаживайся. Давай. Значит, вместе ужинали? Тунь, что я тебе говорил? Из этих двоих хорошая команда получится. Вам еще что-нибудь нужно, господин Осман? Если все это будет нужно, я здесь. Хорошо. Ну, вы же все знаете, насколько важно для нас дело с Сидем. Когда к нам пришла эта дизайнерша, молодая, красивая девушка, я сказал себе, мы в пролете. Но она своим опытом, своим искусством помогла нам выиграть это дело. Давайте выпьем за дочинку Эйлюль. Вы меня смущаете. Ведь не я одна работала. Мы все это заслужили. Нас он сейчас не видит. Он восхищен тобой. Наслаждайся. Признаюсь, если бы в тот день мы не селились допоздна, мы могли бы и проиграть это дело. Ты помог мне очень сильно. Спасибо. Ну, раз так... Вот это раз давайте за вас обоих выпьем. За великую двойку. За Эйлюль и Джунейта. Ну же, доченька. Поздравляю твою семью, доченька. Они вырастили тебя прекрасным человеком. Успешная. Девушка красивая, которой можешь стоять на своих ногах. Каждые родители хотят, чтобы у них были такие дети, как ты. Пожалуйста, передай им мои хорошие слова тебе. Надеюсь, вы с ними когда-нибудь тоже познакомитесь. Они были рады, когда узнали, что я работаю с вами. Надеюсь. Уверен, что буду рад, когда познакомлюсь с твоими родителями. В этот раз будем так действовать. Тунча Фарман получит дело. А Эйлюль и Джунейт? В качестве творческой команды? Мехмед Кемаль, конечно же, будет с вами. Вот тогда-то нас никто не остановит. Алло. Господин Тунч, нам немедленно нужно встретиться. Я рядом с вашим рестораном, это срочно. Хорошо. Извините, мне нужно кое-кому позвонить. Я скоро. Вы говорите, что мы хорошая команда, но у нас сложности тоже были. Да ладно. Ничего такого не припоминаю. Мы долго спорили, из какого материала будем производить все это дело. Хорошо. В древесине вы про, но я тоже что-то знаю. В ту ночь я много постаралась, чтобы добиться своего. И хорошо, что старалась. Она правая оказалась, оказывается. С вашего позволения. Я и не знал, что мне делать. Может, она уже сказала, я опоздал? Нет, она ничего пока не сказала. Она, наверное, ждет, пока ты подашь на увольнение, иначе она бы сказала. Она влюблена в Джунейта. С помощью тебя она хочет показаться полезной ему. Не нужно ей доверять. Она готова всем пожертвовать. И тобой тоже. Она играет такую добрую, невинную, но я знаю, кто она на самом деле. Она и Джунейта заваливает. Завтра станет главой нашего офиса. Поэтому нужно немедленно избавиться от Фариды. Так избавьтесь. Она ведь не сильнее вас. Кто она такая? Избавиться от Фариды легко. Но... Если ты поможешь... Что захочешь? Что скажешь? Я с тобой, господин. До сегодняшнего дня только ты поверил мне. Только ты протянул руку. Ты простил меня, помог мне. Эта девка меня за человека не считает, унижает. А я уничтожу всю ее жизнь. Сделай все, что ты скажешь. Все, чтобы уничтожить Фариду. Фариду. Пока. Фариду. Субтитры создавал DimaTorzok